Седьмой класс, девятая серия. Градусная мера угла. Измерение углов основано на сравнении их с углом, принятым за единицу измерения. За единицу измерения углов принимается один градус. Один градус – это одна сто восьмидесятая часть развернутого угла. Развернутый угол – это угол, образованный дополнительными лучами. Прибор, который используется для измерения углов – транспортир. Одна сто шестидесятая часть градуса – минута, а одна сто шестидесятая часть минуты – секунда. Равные углы имеют равные градусные меры. Градусная мера развернутого угла – 180 градусов. Развернутый угол – это тот угол, у которого стороны, дополнительные лучи. Прямой угол – это половина развернутого. Градусная мера – 90 градусов. Острый угол – это угол, градусная мера которого меньше, чем у прямого. То есть меньше, чем 90. Тупой угол – градусная мера больше, чем у прямого, но меньше, чем у развернутого. Значит, больше, чем 90, но меньше, чем 180. Первая задача. Угол АОС является частью угла АОВ. Угол АОВ – 120 градусов, а угол АОС в 5 раз меньше, чем СОВ. Найдите градусную меру угла СОВ. Так, давайте отметим точки. Значит, вершина угла точка О – это будет луч ОА, луч ОБ, а луч ОС находится во внутренней области угла АОВ, потому что по условию задачи угол АОС является частью угла АОВ. Итак, известно, что угол АОС в 5 раз меньше. Давайте обозначим градусную меру этого угла за х. х градусов. АСОВ в 5 раз больше. Значит, градусная мера этого угла будет 5 умножить на х. Так, а в сумме – 120 градусов. Значит, мы можем решить это уравнение и найти значение х. Значит, угол АОС – 20 градусов. А вопрос задачи – найдите градусную меру угла СОВ. Значит, надо умножить на 5, и получится 100 градусов. Ответ – 100 градусов. Вторая задача. Угол АОВ принадлежит внутренней области угла СОВ. СОВ – 150, АОВ – 90. Найдите угол, образованный бисектрисами углов АОС и ПОВ. Итак, давайте отметим тот угол, который надо найти. Вот если красным цветом показаны бисектрисы углов АОС и ПОВ, надо найти вот этот угол, образованный бисектрисами углов. Известно, что АОВ – 90 градусов. Так, и кроме того, известна градусная мера угла СОВ. Давайте обозначим за Х, например, вот тот угол, который получится после того, как будет проведена бисектриса. И здесь тоже Х. Бисектриса – это луч, делящий угол пополам. Значит, градусная мера угла АОС – это 2 умножить на Х. Так, а здесь давайте обозначим за У. И здесь тоже будет У. Значит, градусная мера угла ВОД – 2 умножить на У. Так, известно, что СОВ – 150, а АОВ – 90. Значит, разность 150 минус 90 – это как раз 2х плюс 2у. 2х плюс 2у – это как раз получится 150 минус 90. 60 градусов. Значит, Х плюс У в 2 раза меньше – 30. Можно разделить обе части равенства на 2. Х плюс У – 30. Х плюс У – 30. Так, а теперь давайте еще раз покажем, какой угол надо найти. Надо найти градусную меру угла, который образуется бисектрисами. Значит, это 90 плюс Х плюс У. Х плюс У – 30, да еще плюс 90 – это угол АОВ. И получится 120. Ответ в этой задаче – 120 градусов. Третья задача. Прямой угол разделен лучом, исходящим из его вершины на два угла. Такие, что половина одного угла равна четверти другого. Назовите градусную меру меньшего из этих углов. Так, ну, давайте меньший из этих углов обозначим за Х. А больший – в общем, Х градусов. Это градусная мера меньшего угла. А у большего будет У. А в сумме они составляют 90 градусов. Прямой угол. Итак, половина от Х, половина одного, этого меньшего, равна одной четвертой части большего. Одной четвертой части от У. Так, давайте домножим на 2 обе части. И получится, что Х… Так, вот здесь мы на 2 домножим. Будет 2Х равняется У. То есть У равен 2Х. Значит, градусная мера прямого угла 90. Х прибавить 2Х, а в сумме 90. Значит, 3Х – это 90. Х равен 30 градусам. Ответ – 30 градусов. Рекомендую ктору. tääuber принтер чулок. Как become т систему, colleagues. Там будьте приключены к своим и поводан燥ам. Дайте посесть и чел crей. И вот здесь мы привыкли к чему. И вот здесь мы соб Nicole… Значит, мы берем…